Что вы представляете, когда слышите Артемий Лебедев или Вилсакон? Листая YouTube и натыкаясь на их превью, вы безошибочно узнаете их работы. Мгновенно вспоминается их интонация, темы, о которых они рассказывают, их внешний вид, даже если вы не являетесь их поклонником. Сможете ли вы сказать то же самое о множестве безликих каналов о DIY-крафтах, полезных рецептах или обзорах фильмов? Все они, как правило, сливаются в серую массу, и один трудно отличить от другого. Все потому, что ключ к успеху, узнаваемости и подписчикам – это сильный личный бренд. Привет, меня зовут Рома, и надеюсь, вы узнали меня в лицо. И это канал Мававика, и сегодня я расскажу вам, что делать, чтобы быть не просто очередным автором, а тем самым автором, которого запоминают. Когда мы говорим о популярных блогерах, таких как Джеффри Стар, Ян Топлес, Влад Бумага и других, перед нами сразу возникают образы, связанные с их уникальным стилем и тематикой. Их лица и превьюшки к видео мгновенно узнаются среди множества других, потому что они не просто создают контент, они строят персональный бренд. Такой бренд заставляет зрителей ожидать определенное качество, стиль подачи и даже настроение видео. Это запоминающийся голос автора, его интонация, манера общения и фирменные фразы. Когда зрители видят, что новые видео точно соответствуют их ожиданиям, у них формируется доверие, и они подписываются и возвращаются снова и снова. Это доверие – один из самых ценных активов. Оно, не возникая случайно, требует времени и целенаправленной работы над узнаваемостью и постоянством контента. Итак, как же построить свой бренд? Как ни странно, перекраивать существующий личный бренд сложнее, чем начинать с нуля. Поэтому, если сейчас у вас ноль подписчиков и вы новичок, считайте это своим преимуществом. Ваш первый шаг – это четко понять суть вашего персонального бренда. Кто вы как автор? Каким тоном вы общаетесь с аудиторией? Профессионально и немного отстраненно, или, например, наоборот, открыто и по-дружески? Составьте список основных тем вашего канала. Лучше сконцентрироваться на двух или трех больших темах, а не пытаться быть экспертом по всем вопросам. Зритель должен с первых секунд понимать вашу специализацию и ваш подход. Четкая идея, которую вы сами осознаете и можете сформулировать, поможет создавать качественный контент и привлекать заинтересованную аудиторию. Обратитесь к примерам в разных категориях – от техно-блогеров до фитнес-каналов и каналов по саморазвитию, уделяя при этом особое внимание ниши, в которой вы сами собираетесь работать. А в этом упражнении ваша цель – изучить стиль конкурентов и понятие, чем вы будете от них отличаться. Иначе говоря, в чем именно заключается ваша уникальность и ваша подача. Например, среди каналов о технологиях есть множество ниш – от обзоров смартфонов и ноутбуков до контента о видеосъемке и применении ИИ. И если вы ведете влог о гаджетах, то важно определить свою специализацию. Этот фокус на конкретной теме позволит вам стать узнаваемыми и избежать сравнения с крупными разнонаправленными техноканалами. Помните, чем уже ваша ниша, тем проще выстроить прочные ассоциации и узнаваемость. Допустим, если вы говорите о гаджетах, то вы конкурируете с техноблогерами, распаковщиками, обозревателями аудио- и видеоустройства, диггерами с Алиэкспресса и так далее. Но если вы рассказываете, например, только про наушники, ваше лицо на превью будет ассоциироваться именно с ними, и аудитория будет воспринимать вас как эксперта в этой теме. Четкая ниша помогает быстро создать узнаваемый стиль и укрепить личный бренд и завоевать доверие людей, глубоко интересующихся этой конкретной темой. А это, как вы понимаете, увеличит ваши шансы на удержание и лояльность подписчиков. Яркий пример такой узкой специализации – это канал на YouTube, который ведет блогер с ником Люда Блаж Суприм. Она начала свою карьеру с обзоров косметики и лайфстайл-контента. А насыщенный – ниши с высокой конкуренцией, где довольно сложно выделиться. Но затем она переориентировалась на освещение жизни британской королевской семьи. И став ройалти-экспертом, она смела найти свою уникальную и практически свободную нишу, где и смогла создать свой бренд. Сейчас вокруг ее блога сформировалась лояльная аудитория, которая ценит ее инсайты о новостях и скандалах монашей семьи. Узкая специализация позволила ей выделиться на фоне других блогеров и привлекла подписчиков, которые увлечены темой королевской жизни. Если вы хотите привлечь подписчиков за счет создания личного бренда, то полезно также придерживаться важного правила. 80% времени посвящайте основным темам, на которых строится ваш бренд. И лишь 20% – смежным и дополнительным вопросам. Например, если ваш канал посвящен кулинарии, основное внимание нужно уделять рецептам. Но можно также добавить 20% тем про кухонные гаджеты или, допустим, кулинарные традиции разных стран. Такой баланс помогает сохранить единый образ канала и удовлетворить основные потребности зрителей, и при этом дает возможность для экспериментов. В итоге ваша аудитория останется вовлеченной, а канал будет выглядеть разносторонним, не теряя при этом свою четкую нишевую направленность. Но даже при таком грамотном подходе можно не набирать или терять аудиторию, если не использовать следующий шаг, про который сейчас поговорим. Дело в том, что при создании бренда важно работать не только со смыслами, но еще и с визуалом. То есть четко идентифицировать свой образ, продумывать, как вы будете выглядеть, как будет выглядеть ваш канал и монтаж. Ведь важно, чтобы зрители оставались с вами до конца видео, подписывались и следом шли смотреть следующие ролики один за одним. И тут все зависит от яркой подачи и качества монтажа. И в этом вопросе я уже много лет доверяю программам от Movavica. Самый большой набор программ и эффектов от Movavica сейчас называется Movavica Maximum. И в коллекции вы найдете огромный набор инструментов и доступ к библиотеке, где вас ждут 6000, даже больше эффектов. И все это по цене всего одной программы. Легко создавайте яркие видео с помощью искусственного интеллекта. Используйте и для быстрого улучшения фото. Насыщайте цвета, меняйте фон и удаляйте объекты. Без труда записывайте экран, сохраняйте онлайн-звонки, вебинары, видеоуроки и не только. Конвертируйте видео, аудио и фото на суперскорости. Заряжайте видео креативными эффектами, каждый из которых добавляется всего в один клик. Тем более, что сегодня у нас есть специальное предложение. Это скидка в 80% при оформлении годовой подписки на этот замечательный набор. Подпишитесь и начните создавать шедевры уже сегодня. А если вы хотите проверить, подойдет ли вам наша программа для видеомонтажа, то попробуйте Movavica Video, идеальную программу для создания ярких видео для YouTube и соцсетей. Вы можете скачать ее бесплатно и пользоваться без ограничений по времени. Подробности на нашем сайте, ссылка на который будет в описании. Ну а мы возвращаемся к теме личного бренда. Что же еще влияет на формирование узнаваемости контента и рост подписчиков? Это, конечно, ваш фирменный стиль и оформление профилей в блоге и в соцсетях. Грамотно подобранные цвета, уникальные шрифты и стильная графика помогут вам выделиться среди множества других авторов и создадут у подписчиков яркие визуальные ассоциации. Им будет достаточно увидеть ваше лицо или пару визуальных элементов, чтобы вспомнить ваше имя и вашу тематику. Это очень важно и это есть практически у всех блогеров, которых вы сами смотрите. Например, визуальное оформление YouTube канала Topless выделяется яркой футуристичной графикой и продуманным дизайном, который привлекает внимание к научному контенту и интригующим темам. Эстетика канала строится на сочетании четких шрифтов и визуальных акцентов. Получается создать атмосферу, где сложные научные темы становятся доступными и привлекательными для широкой аудитории. И да, несмотря на то, что над этим каналом работает немаленькая команда, на каждой обложке всегда есть только один ведущий, собственно Ян, который работает лицом, то есть брендом этого канала. Он всегда загримирован, отфотошоплен в тематике конкретного видео и таким образом именно личный бренд работает на узнавание. Или возьмем, к примеру, фэшн-канал стилиста Гоши Карцева. Черно-белый контрастный дизайн, минимализм и строгие шрифты подчеркивают его профессионализм и создают атмосферу элегантной строгости. Визуальный стиль канала продуман до мелочей. Четкие линии, лаконичная палитра и аккуратно подобранные элементы делают его узнаваемым и респектабельным. Сразу чувствуется, что это история про экспертность автора, взыскательную аудиторию, стиль и качество. Иначе говоря, визуальный стиль на ютубе и в соцсетях это не просто обертка, это инструмент, который укрепляет бренд автора и выделяет его в океане контента. Ну и наконец поговорим про финальный штрих, который поможет вашей новой аудитории скорее решиться и нажать заветную кнопку подписаться. Если вы строите личный бренд, вам нужно видео, которое встречает зрителя и рассказывает о вас и вашей теме. Это может быть видео в посте закрепи в вашем аккаунте или, например, короткий двухминутный трейлер на канале на ютубе. Зайдя к вам на страницу и увидев этот ролик, зритель должен сразу понять, здесь, например, учат итальянский язык или здесь учат готовить, или здесь говорят про финансовые рынки. Такое видео будет работать как ваша визитная карточка и создавать четкое представление о ваших темах и подходе. Важно показать себя как эксперта в своей области, при этом сохраняя легкость и доступность. Ведь вы не только знакомите аудиторию с темой, но и устанавливаете доверие. Допустим, если бы у вас был канал про то, как выучить китайский язык, стоило бы не просто рассказывать о себе как о преподавателе, но и показывать нарезку кадров, где говорят по-китайски ваши ученики. Или про то, как вы гуляете по Пекину, чтобы зритель сразу ощутил атмосферу, представил, что его ждет и захотел узнать больше. Подобный ролик должен выглядеть стильно и динамично, чтобы зацепить внимание буквально с первых секунд. Хорошо продуманная графика, фирменные цвета и элементы дизайна, логотип – все это поможет закрепить образ вашего бренда в сознании аудитории и создать единую визуальную стилистику канала. И как результат привлечь новую аудиторию. Надеюсь, к этому моменту видео я смог убедить вас в том, что построить личный бренд с нуля – это выполнимая задача. Достаточно лишь вашего желания. Вам не должны мешать сложные инструменты или замороченные стратегии. Не нужно тратить много времени на обучение графическому дизайну или платить за дорогостоящие консультации имиджмейкеров. Будьте собой и делитесь тем, что вам по-настоящему интересно и дорого. Искренность всегда находит отклик у зрителя. А для монтажа ваших видео выбирайте простые и удобные решения. Например, попробуйте наш видео «Редактор Мовавика» бесплатно. Там даже брендированные автосубтитры делаются в один клик. Подробности будут на нашем сайте, а ссылка в описании. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.